Кто там? Мальчик? О, что это там такое? Чучок, да? Что там все на маме делать? Ты кутик готовит? Опа, слива, да? Тика-тика-тика-тика Попробуй, отпусти Вкусно? И выклинула Ладно Кидать нельзя Нельзя, сынок А потом будем лица Такой вот кусок Ну ладно, она кисленькая, ничего страшного Лук хочешь попробовать? Давай, попробуй Угу Что вкусно? Глазки не щебет Фоба, да? Киденька Мама, мама Мама, мама Мама, мама Мама, кушать готовит Где мама? Где мама? Где мама? Где твоя мама? Где мама? Покажи пальчиком Покажи пальчиком Где мама? Вот она Где? Где моя киська? Где моя? Всем доброе утро Доброе утро Скажи Доброе утро Привет Скажи Давай Скажи, сами руки замотали Привет Максим, скажи привет Привет Всем Да? У нас новая щеточка появилась Вот такую мы купили От рук Рок Вот такая А то он тут сгрыз А это как раз Тихо-тихо-тихо Ее сгрызть невозможно Давай верхние зубки помоем Чистим Раз Зубки мы чистим Кто-то спрашивал Мы чистим Да, уже как Но у нас уже много Такие хорошие зубки Покажи зубки Зубки, показай Пусть, покажи Вон какие у нас зубки Два таких А сверху не показывай Не, не показал Порравенько Четыре сверху Давай, папа, почисти зубки вот так Давай А-та-та Молодец Ну все, я погладила Смотрите Решила впервые не гладить Ой, погладила Постирала Решила впервые не гладить И как советуют Повесить сразу После машинки Сказали На 400 оборотов Поставь Отжим И повесь Ну смотрите Как из одного места Я не знаю Действительно ли Она вот так Отвысится И станет прямой Что-то мне с трудом Уверится Я уже повесила Одну шторку сняла А вот эту не дотягиваю Там, видите, диван Я могу хотя бы встать У нас потолки почти 3 метра Два Восемьдесят пять Что-то А эту подожду Денису Он мне снимет Постираю Две шторы Тоже Отсюда Подожду Конечно Ну что-то мне не верится Что она Если что У меня есть Отпариватель Или я отпаривателем Пройдусь Посмотрим Пены больше не было Слава Богу Ребята, я только опомнилась Что началась то осень Уже пора бы и постеры сменить И наволочки на подушке Я вот такие одеваю Осенние Ну и постеры Тоже Хотелось бы Сменить Я занялась Мойкой окон Пришло время У нас уже Достаточно холодно На улице Я мою окна Сейчас не часто Не так часто Как в квартире Дом большой Знаете, окон много Особо не намоешься Примерно два раза в год Я мою Любым средством мою У меня для стекол И зеркал От Фаберлик А так можно И просто водой Тогда нужно просто Насухо вытирать тряпкой Чтобы разводов не было У меня окно В спальню Открывается только С одной стороны А крайняя часть Очень широкая И створка У нее глухая И для нее Я буду использовать Робот-мойщик У меня Волмар В600 Ультработ Это просто спасение В данном случае Мне невозможно Так подлезть Чтобы эту створку Помыть Немножко расскажу Про свой робот Он приходит Вот в такой вот Коробочке Чемоданчики В котором я его и храню В комплект Входит сам робот Со страховочным шнуром Целых 12 запасных салфеток Из добротной микрофибры Плюс 2 салфетки Уже одеты Запасные кольца Держатели Бутылка для заполнения Резервуара Пульт дистанционного управления Кабель питания Адаптер Удлинительный кабель И инструкция На русском языке Для того Чтобы приступить К работе С этим роботом Просто снимаете Верхнюю крышку Которая держится На магнитиках Наливаете средство Для стекол Я предварительно Его разбавила водой Затем опять надеваю крышку Все подсоединяю Кабель питания Прицепляю Страховочный шнур К батарее И робот готов к работе Робот-мойщик Надежно крепится Шнур у него Достаточно длинный Аж целых Пять с половиной метров Можно даже В соседнюю комнату Где-то в розетку Подключить Если она у вас Не рядом с окном Он работает От электричества Но например Если вдруг Выключат свет То он еще Продержится Около 30 минут Можно не бояться Что он упадет Так как он Очень сильно присасывается И у него есть Страховочный трос Мне очень нравится Что он может Разбрызгивать воду Не только в ручном режиме Но и в авторежиме Не надо постоянно Стоять возле окна Нажимать на кнопку Поставил авторазбрызгивание И он сам Через определенный Промежуток времени Разбрызгивает жидкость И моет окна Можно управлять роботом Через пульт Или через приложение На телефоне Которое необходимо Предварительно скачать А пока робот моет Я мою другую створку Подоконники И вообще могу заниматься Любыми другими делами Также этот робот Мойщик окон Можно использовать Для мытья кафеля Если кафель у вас гладкий Вот мне к сожалению Не повезло У меня кафель Немножко такой волнистый Поэтому у меня не получается А так я бы очень хотела Еще и кафель Этим роботом мыть Но зато он Меня вручает Примытье зеркало В ванной комнате Оно у меня тоже огромное Поэтому Чтобы не тратить время Я его прицепляю И иду делать Свои другие дела Ну а я тем временем Вымыла окно В спальне Оно кристально чистое К сожалению Камера очень Скрадывает все Загрязнения Поэтому особо Не удается Заснять Вот эти ляпы На окне Которые оставляет Мой маленький сын Когда я ставлю его На окно Он своими ручками Мне заляпало Все это окно В спальне Но вот сейчас Вы видите Какое оно Кристально чистое Такое ощущение Что я снимаю Даже не через окно А вот просто Снимаю природу Такие роботы Очень актуальны Для тех У кого Большой свой дом Очень много окон А также Будет полезен Для тех Кто живет На высоких этажах Такой робот Можно приобрести На подарок Не только себе Но и родным И близким А также Престарелым родителям Которым Очень тяжело Мыть окна Такие помощники Облегчают Домашнюю работу Ссылочку на робота Оставлю внизу В описании Под видео Так Ну что Все Тепло Закончилось Лето Закончилось Кабачки Я думаю Тоже уже Закончились Они толком Не растут Они здесь уже Глебят Я сейчас Соберу То что есть А остальное Все Постараюсь Выбрать Если у меня Получится Вот этой Лопаткой Другую Я не нашла Вот наша Плантация Кубники Надеюсь Она Будет Расти Вот Кабачки Есть Надо Их Содрать Остальное Выдрать Вот Такая Куча Плитей Получилась Тут Еще Кстати Очень Много Маленьких Кабачков И Много Цветов Видите Сколько Малюсеньких Прям Совсем Ну все Уже Хватит Уже Все Ночи Эти Холодные Да и Днем Не так уж Жарко Поэтому Мы Наелись Кабачков Я Сейчас Прям Сразу Срежу Вот Этот Укроп Недавно Я В своем Телеграм Канале Размещала Пост В котором Попросила Людей Задать Мне Вопросы На Которые Они Хотели Услышать От Меня Ответы Развернутые Именно Ответить Во Влоге И Пока Я Здесь Убираюсь Я Хочу Ответить На Некоторые Из Них Мне Задали Вопрос Относительно Максима Планирую Я Водить В детский Сад И Если Да То Во Сколько Я Обычно Так Далеко Никогда Не Загадываю И Все Что Касается Ребенка Я Действую Чисто На Интуитивном Уровне И Мне Кажется Это Правильно Я Думаю Что Во Сколько Я Решу Сама Когда Увижу Что Ребенок К детскому Саду Готов Ну Как Готов Например Он Сможет Себя Самостоятельно Обслуживать Сможет Помыть Ручки Вытереть Попу Сходить Возможно На Горшок Ну Вот Такие Элементарные Вещи Когда Сидеть В детский Сад Будете Ли Делать Игровую Детскую Площадку На Территории Огорода И Спортивный Уголок Дома Обязательно Планируем И то И другое Уже Даже Думаю Есть ли Шведские Стенки Для Таких Малышей Как Мой Максим Потому Что Он У нас Очень Живой Мальчишка В плане Сидит На Месте Он Как Шила Но Это Наверное У всех И Такой Ребенок Знаете Который Не сидит На месте Есть же Тихие Дети А есть Такие Которые Как Говорят Как Будто Шила В попе Вот Я К таким Относилась Да И Денис Похоже Тоже Был Очень Дворовым Ребенком Он Все Лето Проводил На Улице У него Все Тело В шрамах То Он На Гвоздь Где-то Наступил То Еще На Что-то Упал То Они С крыши Прыгали И Вот Максимка Взял От нас Двоих Он Очень Подвижный Поэтому Я думаю Нам Нужна Будет Детская Площадка И Спортивный Уголок Но Опять же Все Это Упирается В финансы Конечно Смастерить Детскую Площадку Можно Своими Руками Но Туда Нужны Довольно Таки Большие Вложения Те же Качели Стенки Песочницы Стоят Больших Денег Поэтому Посмотрим Если Будет Возможность Обязательно Сделаем Создает ли Юля Канал И Просят Передать Ей Привет И Очень По ней Скучают Спасибо Девочки Что Скучаете По Юле Я Всегда Все Передаю Все Ваши Сообщения Вообще Юля У меня Есть В телеграм Я Не знаю Возможно Она Даже Читает Юля Не Ведет Свой Канал И Пока Не Планирует Я Ей Несколько Раз Предлагала Помочь С этим Делом Но Не все На это Готовы Не у Всех Есть Время Она Сказала Что Нет Я Не Хочу Но В моих Влогах Она Без проблем Снимается Как Я Уже И Ранее Говорила Для Нас Не Имеет Значение Включено Камера Телефона Или Нет Все Что Вы Видите Это Обычная Жизнь Никаких Жизнь Идет Я Просто Включаю Камеру Ее Уже Сейчас Никто Не Замечает А Еще У У У Лука Сколько Это То Что Мы Сажали Зеленый Лук Вообще Даже Не На Лук Сажали Не На Головку А На Зелень Сажали Это Лук Получился В общем Не Из Луковицы А Семян Я Не Знаю Тут Правильно Сажали На Зелень А Получился Головистый Головастый Лук Сажают Маленькими Луковицами Когда То Давно Когда Я Только Вышла Замуж Я Думала Что Морковь Сажают Маленькими Морковками Ну Раз Лук Маленькими Луковицами А Морковь Маленькими Морковками Была Очень Удивлена Что Это Не Так Занис Долго Смеялся Удо Мной Надеюсь Есть Смысл Что Я Перебираю Такой Маленький Конечно Незрачный Можно Лучше Было Вообще Выкинуть Планируете Планируете ли Вы Еще Один Вопрос Планируем Лим Путешествие Если Да То Когда Куда С Максимом Или Без Хотели Бы Даже Просто Вдвоем Денисом Уехать Там Пару Дней Другой Город В Спа Отель С Бассейном Например Путешествие Мы Конечно Планируем Мне Очень Хочется Поехать В путешествие И с Максимом Но Когда Он Подрастет А не Сейчас Потому Что Мне Кажется Что И нам Будет Тяжело И ему Тоже Я Думаю Что После Года Уже Может В 2 В 3 Года Тогда Уже Обязательно Поедем С ним Мне Очень Интересно Как Он Перенесет Это Все Как Понравится Ли ему Море Очень Хочу Поехать С сыном И Также Очень Хочется Один Отпуск Провести Именно Вдвоем Оставить Максим Бабушка С дедушкой И уехать Вдвоем Я думаю Мы Это Осуществим Дай бог Если Все Будет Хорошо Все Будут Живо И здорово Будут На это Средство Мы Обязательно Съездим И так И по Другому Я Обязательно Все Буду Снимать Сравню Вам А вот Куда Поехать Я даже Не знаю Сейчас Затрудняюсь Ответить Дело в том Что Вы знаете Что Нас Сосуба Сейчас Выбор Не велик Куда поехать Именно За границу Ну В Турции Мы Кстати Еще Не были В Арабских Эмиратах Мы Были Два Раза А вот На наши Курорты Тоже Можно Съездить Почему Бы Нет Мне Очень Понравился И запомнился Крым И Еще Мы Были В Сочи В Лоу Вот Везде А В Анапе Со стороны Анапы Витязево Вот Очень Хвалят Мы Еще Не Были И Кстати Говоря Там Говорят Очень Хороший Отдух Именно Для Детей Песчаные Пляжи Вот Вполне Возможно С ребенком Можно Было Было Начала И Туда Съездить Нарезала Я Один Такой Поднос Желтых Кабачков Я Сказала Что В этом Году Замораживать Кабачки Не Буду Мне Не Нравится Просто Разморозки Они Как Тряпка Упитывают Все Запахи И В общем Невкусные Сейчас Очень Хорошо Ест Памачки Кабачки Кабачки Я Размораживала Он Их Ест Тут У меня Новые Тут Заготовки Помидоры Грузди наморозила она тоже горский перец на заморозку сидел конечно много вишни чуть есть так с луком разобралась сейчас буду делать голубцы фарш готовый эти листья уже сварила все готово кастрюлю приготовила сейчас наверчу накручу будут у нас голубцы на завтра а у нас утро осеннее очень такое солнечное скажи погода не радовала летом зато радует осенью да да мы приехали на тропу чтобы максимка второй сон поспал здесь а у него сна ни в одном глазу нет да он что-то показывает что показываешь туда за руль надо да за руль на ладно сейчас за руку идешь хотим оплетку отсюда на руль купить потому что он уже нас сожрал кожаный и он своими зубами он там и все уже даже руль не так жалко он просто грязный настолько лет уже хотим новую оплетку купить что могут почище никто его не учил поэтому коврику пользу сам ползает ему интересно наверно тебе интересно ползать да по коврику максим ребята всем доброе утро правда у нас уже не совсем то и утро уже наверное время 11 у нас не очень хорошие новости мы заболел максим я даже не знаю хотя я предполагаю что случилось пока Денис не работал был на больничном все было замечательно никто не болел как только он вышел на работу он тут же что-то домой принес вот постоянно он приносит что-нибудь с работы ну я имею ввиду какой нибудь вирус потому что он говорит на работе много болеет ну конечно там завод огромный представьте сколько там работают людей все болеют чихают у них не все же сейчас берут больничный и вот такая вот ерунда почему я так думаю что у нас заразил потому что я вчера денису вечером горы у меня першит горло он говорит у меня тоже самое ну и все и в ночь уже максимка хлюпал носом я чувствую и утром встал с температурой а у нас сегодня утром даже должен быть третий курс массажа мы делаем массаж каждый каждые три месяца три месяца 6 и 9 вот 9 ему исполнилось мы должны были пройти курс массажа я уже договорилась сегодня должны были ехать за массажистом привести ее к нам и вот утром вот такая вот история я говорю этот массаж как заколдованный прошлый раз было то же самое три курса три дня сделали курс 10 дней и он заболел температура но тогда были зубы но сейчас точно не зуба потому что он засопливил ну и у меня тоже горло болит очень конечно это все неприятно родители приехали хотели его сегодня куда-нибудь свозить но так как он заболел они здесь ходят возле дома с ним сегодня будем дома и да сразу отвечу сейчас кто-нибудь напишет почему гуляют с температурой мы всегда гуляем сколько бы у нас не было температур но до 38 мы всегда гуляем если уже больше 38 то уже остаемся дома а так гуляем всегда и что касается водных процедур и прививок обычно же говорят не гулять не мыть ребенка тоже никогда не соблюдаем и в этот же день после прививки и мою и гуляю никогда не соблюдаем но тут пока ничего критичного не было я считаю что прогулка лишний раз это только на пользу никак не не во вред у нас гуляет при любой погоде максимально сейчас на данный момент по два-три раза выходим в своем доме еще бывает и чаще как как получается и сегодня напекла таких палочек и кексы какие у меня формы были где вот здесь конечно кажется что они сгорели на самом деле нет просто тут тонким слоем получилось намазано вот такие вот на самом деле классные воздушные кексы это творожные это не кексы это как запеканка только в формочках я делала вот а это я делала для максимки специально таких вот палочках так вынимаешь их легко очень кушать брать они классные такие воздушные воздушные они как суфле внутри все так же как на сырники только единственное взбиваю блендером перебиваю и такой вот такие воздушные палочки получаются так еще я варю рассольник и мне мама принесла перцы это наши перцы которые мама сама вырастила вот все что есть я вот так их почистила и сейчас заморожу прям целиком ну конечно тут не на фаршировку уж больше а вообще для того чтобы их использовать взяла один перчик сколько надо отрезала я больше не буду я кру я в эту в эту осень я делаю все максимально просто максимально вот я в том году заморачивалась знаете вот один вид перцев кубиками другой вид перца соломкой третий вид перца вот так с окашками а сейчас просто почистила вот эту сейчас всю кучу заморожу и все потом берешь перец и как тебе надо даже если он замороженный он очень легко режется хочется соломкой хоть кубиками хоть как и порезала уже по по месту мы перцы эти мне так уж много поэтому нам даже вот этого хватит но я еще хочу стаканчиками заморозить чтобы 20 и все я хочу и Продолжение следует...